Владимир Винокур поздравил тверичанок с Международным женским днём. 9 марта в киноконцертном зале «Панорама» с аншлагом прошёл праздничный концерт. Самые яркие моменты и эксклюзивные интервью с народным артистом России увидите в нашем сюжете. Владимир Винокур – великолепный пародист и прекрасный певец, но в то же время он сильный драматический артист. Главная особенность его таланта в том, что его невозможно ограничить определенными четкими рамками какого-либо жанра. Он действительно стал близок к миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искромётному таланту и чувству юмора, которого вот уже много лет хватает на всю страну. Невестка говорит, папа, вы пока отучались ругаться матом, ваш внук из детского сада такие слова принёс, что вы против него невинный ангел. И я понял, вот что значит преемственность поколений, и Артёмка в нашей стране точно не пропадёт сельдереем в репу. Юмористические монологи, яркие пародины музыкальные номера, главным героем которых, конечно, является сам Винокур. Программа настолько радостная и весёлая, что после неё надолго остаются тёплые воспоминания. С Винокуром хорошо, тут мы все прикольные, а вы, друзья, довольные. Хорошо, пусть будет хорошо, желает это вам театр пародий. Хорошо, мы встретимся ещё с любовью к вам, ваш Винокур Володя. Давай, Володя, давай, качай! Концерты Владимира Винокура и его театра – это вечер друзей для удовольствия публики. Номера разнообразны и непредсказуемы. Знаю даже бамбули с базара, что с тобою мы вовсе не пара. Но вместе мы всем вопреки. Ты мой маленький лысенький мачо, хочешь, я тебя в сумочку спрячу. Сняла бы лучше каблуки. За свой многолетний творческий труд Винокур получил множество званий престижных наград. Но для него самого высшей наградой стала возможность создания собственного театра пародий, который до сих пор пользуется огромной популярностью зрителей. Целый час зрители не смогли сдержать ни смеха, ни слёз от него. А сам народный артист остался под приятным впечатлением от зала, где выступал, и от тверских зрителей. Зал шикарный. Мне очень нравится экран, который слева от зала, когда едешь по дороге. Такая реклама, нигде нет такого. Зрители очень интеллигентные, театральные. Но вообще в Тверь я же не первый, второй раз сюда еду. Первый раз вообще в 1975 году. Я ещё раз хочу поблагодарить тверских зрителей, потому что я всегда в Тверь приезжаю с огромным желанием и с любовью. Спасибо вам. До новых встреч. Посмотреть полную версию интервью с народным артистом России вы сможете в эфире телеканала Тверской проспекты «Регион» в конце марта. Следите за программой передач.